Я хочу рассказать историю Александра Костенко, политзаключенного. Это достаточно типичная история, по-моему, когда власть преследует людей, используя закон не по назначению, поскольку этот человек, он вообще был, как он проживал в Крыму. И во время Майдана Киевского в 2016 году он поехал, по своим убеждениям, на Майдан, на сторону революционеров, или не знаю, как назвать их, в общем, демократов, которые противостояли Януковичу. И за его действия на Майдане, в общем, когда Крым присоединили к России, он туда вернулся домой. И так как было очевидно властьям, что этот человек опасный, что он может что-нибудь сделать по своим политическим убеждениям, или ничего не сделать, ну, просто на всякий случай его устранить. Его посадили в тюрьму по довольно странному обвинению, то, что он причинил вред здоровью беркутовцу какому-то на Майдане. То есть Россия его посадила за то, что он гражданин Украины, причинил, ну, совершил преступление, некое в отношении другого гражданина Украины, что как бы вызывает недоумение. Вот. И ему вторая часть обвинения, то, что он хранил какие-то части от оружия дома, ну, это, вероятно, ему подбросили, скорее всего. Ну, ситуация такая, что вот просто человек на всякий случай, поскольку его позиция была активная, политическая, вот, его просто устранили, вот, посадив в тюрьму. И я думаю, что это не единственный случай. Вот. И дали ему, по-моему, три или два с половиной года, по-моему, три года. Вот. Вот такие вот дела. То есть у нас, как бы, любой человек, который, ну, как бы, с их точки зрения представляет некую опасность, хотя они больше боятся, конечно, то есть они могут что-нибудь подкинуть, какое-нибудь, там, не знаю, оружие, наркотики, что-нибудь еще придумать, там, за какую-нибудь картинку и посадить просто в тюрьму человека, который не должен там сидеть. Вот, собственно, позор этому правосудию, никакого уважения нет. Вот. Спасибо за внимание.